На самом деле опросы являются самым популярным методом изучения потребителей, и, как ни странно, конкурентов тоже одним из самых популярных. Только естественно, что в отличие от потребителей, которые могут иметь определенную мотивацию с нами разговаривать, давать нам интервью, мы уже об этом говорили, конкуренты, они, конечно, не горят желанием делиться с нами информацией, поэтому при проведении элементов опросных исследований с конкурентами используются специальные, чаще всего засекреченные легендированные техники, о которых я сегодня тоже буду рассказывать. Вот на этом слайде показаны основные методы опроса, которые на сегодняшний день используются. На самом деле их намного больше, но мы будем говорить о тех, которые используются чаще других. Чаще других используется письменный опрос или анкетирование, то есть самозаполнение анкеты, респондентам, личные формализованные интервью, о которых мы достаточно много говорили, когда есть посредник, интервьюер, который задает вопросы, заполняет анкету, и телефонные интервью, которые используются при опросах и на B2B, и на B2C. На самом деле у каждой из этих методик есть и достоинства, и недостатки. Вот давайте поговорим чуть-чуть о каждом из методов, потому что это во многом определит выбор одного из методов в практических случаях. Вот как вы думаете, с вашей точки зрения, в чем достоинство анкетирования? Отсутствие фальсификата, да, то есть если, да, если респондент сам нам присылает или каким-то образом передает анкету, то отсутствие фальсификата. Да, еще. Да, когда есть посредник, которому приходится говорить, и, может быть, какие-то вещи, как мы с вами говорили, ему не хочется говорить. Да, есть такое дело. Еще. То есть они рассказывают, что неплохого или что нехорошего видели, например, на вашем предприятии, и совершенно искренне хотят, на самом деле, помочь. В большинстве случаев они рассказывают свою честную позицию в отношении того, как вам улучшат работу. Это действительно так. Единственное, очень много пропусков. Географические данные практически невозможны. Верно. Женщины не оставляют данные об образовании, а женщины не оставляют данные об образовании. Ну, это естественно. Видимо, в этом есть психология какая-то, да. При том, что никто же не знает, кто это, Мария Сергеевна. Ну, да, конечно. Вероятность того, что ей звонить, будут внимания. Да. Ну, есть такие моменты, есть, конечно, безусловно. И в этом смысле личное формализованное интервью, которое предусматривает выбор просто из одной из позиций, да, когда человек предлагает карточка, женщине, например, выберите позицию, которая соответствует вашему возрасту. Если женщине 46 лет, и она не хочет, чтобы об этом говорили, она смело выбирает позицию 35-40, там, 35-50. Ну, и не будем говорить о психологии. Понятно, что ей как-то от этого хорошо, если вместо того, чтобы оставлять конкретную цифру, да, ей 46 лет. Ну, на самом деле, это действительно так. Все, что вы сказали, абсолютно правильно. То, что люди не видят посредника, который, ну, как-то психологически может на них оказать давление. Никто не наводит их на те или иные ответы, как часто бывает в интервью, особенно когда интервьюер торопится, ему нужно быстро сделать работу, он может подсказывать ответы, да, как-то пытаться наводить на то или иное мнение, что абсолютно противопоказано. Это нельзя по технологии интервью, да, делать. То, что люди могут, например, если анкета заполняется дома, посидеть, подумать. Поэтому количество вопросов, на которые человек отвечает, может быть достаточно большое. То же самое можно сказать ибо анкетирование по месту работы, да, когда анкета высылается в электронном виде или по факту, или передается по почте. Человек может ее заполнять в несколько раз, вернувшись с ней тогда, когда у него есть время, да. Поэтому... Затраты на такие? Не такие высокие, согласны, потому что отсутствует оплата труда интервьюера, контролеров и так далее. Но, несмотря на явные преимущества, у анкетирования есть и недостатки, которые очень существенно ограничивают этот метод в использовании. Поэтому он не является самым популярным в маркетинге. Самый первый, самый главный недостаток – это очень сложно контролировать объем рабочей выборки, то есть количество анкет, которые вам возвращаются. Как показывает практика, если вы не будете применять каких-то мер стимулирования обратной связи, ответа, то к вам вернется на B2C обычно не больше 5% анкет. В среднем обычно между 3 и 5%. Это минимум. Посмотрите, если вы разослали, каким-то образом раздарили, раздали тысячу анкет, вам вернется всего 30-50. Конечно, даже до статистической выборки это не дотягивает. На B2B побольше, но не могу сказать, что радикально больше. Если вы рассылаете анонимную анкету без указания названия компании, это не только ваши клиенты, но и потенциальные клиенты, вам вернется не больше 10%. Если вы рассылаете анкету вашим клиентам, то только пинанием их постоянным и напоминанием о том, что вы обещали заполнить и прислать, можно добиться примерно 40-50% возврата, но не больше. Если больше, то я искренне вами буду восхищена и скажу, что вы профи, вы супер. Потому что это на самом деле очень большой труд. Поэтому этот метод можно и нужно использовать, особенно он показан на B2B, но вы должны свыкнуться с мыслью, что вернется далеко не каждая отосланная вами анкета. А в лучшем случае, если очень сильно повезет, это порядка 40-50%. И то есть вы будете несколько раз звонить и напоминать, что вы нам обещали, и эта анкета не будет анонимной по отношению к инициатору исследованию. То есть вы будете указывать, что за компанией инициировала это исследование, и, соответственно, это ваши потребители. Вторая проблема, которая ограничивает использование этого метода, это при этом методе очень тяжело на самом деле сформировать репрезентативную рабочую выборку. Почему? Дело в том, что изначально, если мы с вами имеем какое-то представление о том, какой структурой должна быть выборка, предположим, по предприятиям потребителям, заранее проведя кабинетное исследование, мы можем разослать анкеты по тем компаниям, которые действительно в совокупности составляют выборку представительную, основным признаком, по которым элементы были отобраны. Но кто гарантирует, что она вернется нам такой? Вот те 40%, те 30%, а в худшем случае те 15%, которые нам вышлют назад, вовсе не обязательно репрезентативны той генеральной совокупности, которую мы изучаем. Могут лучше ответить мелкие компании, могут лучше ответить ваши действующие клиенты, вместо того, чтобы только часть выборки представлять. И это, в общем, понятная вещь. То же самое на B2C. Тем более, если речь идет о исследованиях массовых, на потребительских рынках, то там у компаний, которые организуют такое исследование, есть очень ограниченные возможности для распространения анкет. Это публикация в печатных СМИ, это анкета на сайте самой компании, это анкета, вложенная в коробку с товаром, анкета, врученная торговым персоналом, например, кассиром, продавцом. И все, пожалуй, больше как-то по-другому тяжело это сделать. Ну и как, если вы, положим, предприятие сферы услуг, или предприятие, которое каким-то образом фиксирует реквизиты респондента, ну, например, при выдаче дисконтной карты предприятиям торговли, да, то вы можете сформировать почтовую выборку и разослать анкеты по почте. Но опять-таки, никто не гарантирует возврата. Я уже говорила вам, столь сколь не скид цифры возврата анкет на B2C. И даже если вы будете использовать какие-то элементарные методы стимулирования, например, организуйте потребительский конкурс или лотерею среди тех людей, которые вернули анкеты, то все равно в лучшем случае вам вернется 10-12% от того количества анкет, которые вы распространили. Очень небольшое количество. Поэтому на самом деле это дешевый метод только на первый взгляд, потому что на второй взгляд вы увидите, что достаточно велики почтовые затраты на то, чтобы отправить вот это бесконечное количество.